Здравствуйте, во-первых, всем. Рассматривалось несколько человек, где-то в пределах 5-7 человек. Там предлагалось, и здесь были такие моменты, что кто-то не подходил телевидению, что телевидение не хотело, что люди не совсем, так скажем, популярные или еще что-то не очень хорошо в рейтинге стояли. Как боксеры, может, они интересные были, но ряд людей, просто которым предлагали, отказывались, большинство, так скажем, что отказалось от боя с Димой. Ну, те, кто согласился, вот это один, можно сказать, из двух людей вроде согласился, и в рейтинге неплохо стоит, и бокс неплохой показывает. И мы исходили из того лично, я исходил из того, что нужен оппонент, с которым можно боксировать, не то, что там выйти и, ну, грубо говоря, с каким-то неумехой. Нужен ему хороший оппонент, хороший боксер. Это хороший боксер, хорошо обученный, так скажем, имеет определенные качества, такой не совсем простой. Поэтому, во-первых, он согласился, и мы уже особо не выбирали, потому что выборы очень ограничены были у нас. А бой нужен, поэтому вот мы и пошли на этот бой. Достаточно ли времени для подготовки? Мне кажется, там за полтора месяца, если я не ошибаюсь, объявлен был соперник. Немножко. Ну, понимаете, мы, в принципе, сколько работаем на протяжении, грубо говоря, 10 лет на профессиональном вот этом попричи, и до этого всегда, значит, у нас такая канва, что боксеры, те, с которыми я работаю, они все время готовы, проценты, все время тренировочный процесс идет. Нет таких времен или моментов, чтобы они не тренировались. И они все время в готовности там на 60-70% находятся. И тогда, когда мы узнаем о старте, о бое, то мы вот эти 30% просто начинаем дорабатывать, выходить на пик формы и подводятся уже определенные такие тонкости, и настрой психологический, и все остальное, наработка определенных каких-то комбинаций, или определенных технико-тактических моментов для того или иного оппонента. А так они все время готовы, находятся в тренировочном процессе, ежедневно, еженедельно. Перерывы между, если нет никаких травм, не надо ничего лечить, то, в принципе, отдых после боя, после старта, он где-то не больше двух недель. Скажите, а вот при подготовке сначала вы как-то осматриваете бои, или вы сразу садитесь с Димой, и идет вот такой процесс боксер-тренер? Как вот сама эта подготовка? Немножко поделитесь. Ну, обычно, обычно, менеджер ведет переговоры, но мы, я с менеджером разговариваю, и где-то зацеливаю менеджера на определенных людей, каких бы я хотел видеть в очередном бою, чтобы Дима нормально и подвести, и к какому-то большому событию, да. Вот менеджер начинает переговоры, будем так говорить, с владельцами или с теми людьми, которые курируют тех или иных боксеров. Делает предложения, там начинаются разговоры, ну, о призовых, о том, о всем, о таких моментах чисто юридических. Значит, если разговор заходит уже серьезный, и дело идет к бою, к согласованию, тогда уже я начинаю смотреть человека с точки зрения, как он себя, ну, будем говорить, чувствует как специалист, что какой он, будем говорить, боксер, и нужен ли нам такой боксер в очередном бою, грубо говоря, такой оппонент. Потому что хотелось бы, чтобы оппоненты были, ну, достойны, не, чтобы, знаете, у нас же, как болельщики любят говорить, что вот, очередного мешка, очередного, не зная ни сути, ни специфики профессионального бокса, эти, как их называют, диванные специалисты, да, как-то начинают критические какие-то замечания, вопросы, там, по поводу, вот, ну, соперников наших боксеров, я не говорю о своих, я говорю даже, в общем, что вот, очередного мешка ему поставили, очередных, там, еще что-то. Подбор и согласование оппонента, это такой непростой вопрос в профессиональном боксе, там, масса моментов должно сойтись, и желание стороны встречной драться в этом бою, и согласование, значит, денег, которые заплатят за бой, там, согласование сроков на бой, да, там, не все могут в определенные сроки, там, у кого-то какие-то, там, недомогания, или еще что-то, или еще. Масса моментов таких, которые согласовываются перед боем, и тогда, когда все согласования уже нормально проходятся, тогда уже подписываются контракты, начинается подготовка к конкретному человеку. Непосредственно подготовка. Довольны ли вы подготовкой? Как прошли спарринг, спарринг-партнеры? Дмитрий говорил о том, что одного из спарринг-партнеров, скорее всего, возьмем с собой. Так ли это? Немножечко вот этот момент. Да, мы, в принципе, подготовкой, с точки зрения самой подготовки, подходу, и условия подготовки спарринг-партнерами, я вполне доволен, потому что спарринг-партнеров я сам выбираю, какие нужны на том или ином этапе. Значит, и Диме подобрали нормальных спарринг-партнеров, мы готовились к Киргизии, в Бишкеке, значит, поэтому там местные ребята очень неплохие, рядом Узбекистан, который тоже всегда готов прийти на помощь и предоставить там спарринг-партнеров, ну, в смысле, прислать Казахстан, тоже ребята всегда готовы поехать, ну, боксеры такого, будем говорить, очень высокого уровня, высокого класса, поэтому вот мы, например, перед Левшой, перед Рамиресом готовились, у нас спарринг-партнеры были ребята из Казахстана, причем ребята такого высокого уровня, чемпион мира, среди любителей, призеры и чемпион азиатских игр, ну, такие с именем ребята и подготовленные в техническом плане, в тактическом, физическом, во всех отношениях, очень на высоком уровне, но они еще любители, начинают двигаться в профессионалы, там по нескольку боев провели, но тем не менее, вот я говорю, сейчас у нас были ребята из России, значит, спарринг-партнеры и из Киргизии, два спарринг-партнера, поэтому спарринг-партнера вполне достаточно было, и подготовка, я считаю, прошла нормально, подготовка прошла нормально, только из-за перерыва большого между боями, там, есть определенные какие-то моменты, но я думаю, что они не скажутся, этот перерыв большой, не сильно должен сказаться на день, потому что психологически устойчивый человек, поэтому особо в этом плане я как-то не особо переживал. Дмитрий первый раз боксирует в Саудовской Аравии, расскажите, вот вы за 10 дней до боя приехали, как вам в Рияде, как акклиматизация, какая погода была в Бишкеке, вот этот момент? Знаете, я хочу сказать, что в Бишкеке практически погода была до определенного момента, за 5 дней до выезда сюда, там погода была идентична и Рияде. Дневная температура была около 20 градусов тепла, а вечерняя ночная температура где-то опускалась до 10 градусов. Сегодня здесь в Рияде приблизительно такая же погода, 22 градуса днем и к вечеру ночная температура плюс 10. То есть с акклиматизацией никаких проблем не было? Акклиматизация только временная, временной пояс, немножко три часа разница, но я думаю, что она не сильно скажется или сказывается на организме спортсменов. Ну, сама Саудовская Аравия мы боксировали в Эмиратах, в Арабских Эмиратах, где-то ситуация схожая, там, правда, немножко по температура другая была, да, за 30 по 40 было, но, тем не менее, сейчас очень комфортное, так скажем, климатическое условие для вообще и для боя, и для всего, все хорошо. Последний вопрос, а что вы можете не пожелать, а чего ждать болельщикам Дмитрия Бивола 23 декабря? Ну, я хочу, лично я хочу, чтобы Дима просто показал хороший бокс. Я всегда хочу в виде в его исполнении хороший умный бокс, чтобы он минимум пропускал, не надо выходить на максимум нанесения удара, и, ну, чтобы он качественно отбоксировал, и чтобы ни у судей, ни у болельщиков никаких сомнений не было, что он лучше, что он выиграл бой, и что не пропустил, чтобы не пропустил лутар, как можно меньше, если пропускает, чтобы они были настолько мизерные, настолько мизерный урон для его здоровья, для организма нанесли. все, желаем вам яркой, яркой победы, ждем боя. Спасибо. Всем спасибо.